Здравствуйте, с вами программа «Доктор Плюс», я Яровой Владимир Владимирович. Сегодня у нас в гостях заведующая школьно-дошкольным отделением ВИДовской поликлиники Глоба Светлана Александровна. Мы хотим поговорить о прививках. Сейчас, в это время, когда во всем мире практически появилось большое движение антиваксеров. Антиваксеры – это люди, переживающие, что вакцина может негативно воздействовать на их здоровье. Они предполагают, что препараты еще недостаточно безопасны, чтобы рисковать собственным здоровьем. Согласно заключению ВОЗ, люди, выступающие против вакцинации, в большинстве не могут представить доказательную и научную базу неэффективности той или иной вакцины. Чаще всего их доводы объясняются беспечностью, недоверием к вакцинам и доверием к недостоверной информации. Мы хотим поговорить о прививках вообще. То есть для того, чтобы понять, насколько это важно, потому что прививки как раз явились тем инструментом, который привел к тому, что мы стали жить намного дольше и наша жизнь стала более оптимальна. Светлана Александровна, расскажите нам хотя бы вкратце, как и когда стали люди прививаться. Владимир Владимирович, спасибо Вам за интерес к этой теме. Эта тема очень обширная, очень интересная. Когда человек рождается, он сразу обсеменяется микроорганизмами, бактериями, вирусами, которые приносят ему и пользу, и с другой стороны могут принести ему и вред, заражая его какой-то инфекционной болезнью. Инфекция от латинского «заражать» – заражение живого организма инфекционным агентом, а также процесс его размножения и развития в организме, реакция организма на его присутствие и на выделяемые им токсины в теле. Под инфекционным агентами обычно понимают вирусы, бактерии, грибы, простейшие и гельминты. Инфекции спровождают человека всю жизнь. К сожалению, до недавнего времени люди жили очень мало лет и часто болели инфекционными заболеваниями. Я прошу прощения, мы же в принципе каких-то сто лет назад в семьях половина детей просто умирала до года и не доживала до совершеннолетия. Так оно и есть. Антиваксеры не знают историю или, видно, просто ее забыли. Они забыли, что была в VI веке юсенианова чума, которая унесла 50-60% жизни Европы. Или черная чума в XIII веке, которая унесла 30% жителей Средней Азии и 50% жителей Европы. И только благодаря работам русского ученого Хавкина, который начал прививать людей в 1897 году, была остановлена последняя пандемия чумы. Пандемия от греческого «весь народ» подразумевается необычно сильное инфекционное заболевание, распространившееся на территории ряда стран и континентов. Высшая степень развития эпидемического процесса. Пандемия является наиболее опасной формой, то есть эпидемией, охватывающей подавляющую часть мира. В документах ВОЗ пандемии – это распространение нового заболевания в мировых масштабах. Также натуральная ОСПА, которая выкашивала большое количество… Я прошу прощения, я думаю, что мы с вами еще носим эти самые… Да, мы еще последние люди, которые появляются от ОСПА, потому что ОСПА настоящим была ликвидирована в Сомали в 1977 году. Последний больной там был зарегистрирован. Ну, нужно сказать, что и у нас был, сейчас не помню в каком году, в Москве нам завезли из Индии ОСПУ. И тогда всего за неделю было вакцинировано 7-8 миллионов человек. За неделю. Можно много говорить про инфекции. На самом деле, например, вспомнить Америку 60-х годов, когда 20 миллионов населения зародились краснухой. 20 тысяч детей родилось с рожденной краснухой. Из них 11 тысяч с глухотой, 2,5 тысячи со слепотой, и 2 тысячи детей были умственно отсталыми. То есть вот одна инфекция привела к такой катастрофе. Ну, здесь можно сказать, после того, как развалился Советский Союз, и, в принципе, программа «Семашка» прикрылась в наших союзных республиках. Семашка Николай Александрович – советский государственный деятель, врач. Один из организаторов системы здравоохранения в СССР, часто называемый системой «Семашка». Под руководством «Семашка» проводилась работа по борьбе с эпидемиями, заложены основы советского здравоохранения, созданы системы охраны материнства и младенчества, охраны здоровья детей и подростков, сеть научно-исследовательских медицинских институтов. Вот даже в Украине, там была вспышка дифтерии, потому что люди перестали прививаться. А дифтерия – это заболевание, которое, скажем так, сразу же уносит 20-30% заболевших, если они не привиты. Дело в том, что люди не понимают, о чем говорят. Они хотят, чтобы иммунитет нарабатывался естественным путем. Они не понимают, что естественный путь предполагает смерть от дифтерии, от полиомиелита или глубокую инвалидизацию. То есть, конечно, вакцинация в этом плане – это очень важно для детей и для взрослых. И не перестаю об этом говорить, что прививаться должны не только дети, но и взрослые. Но если начать с ребенка, то первая прививка, которую ребеночек переносит в своей жизни – это прививка от вирусного гепатита В. Она проводится еще в роддоме. Затем в 6 дней проводится прививка от туберкулеза, вакцины Кальмета-Жарена. Это, опять же, очень важная прививка. От туберкулеза у нас умирало в мире четверть населения. Ну, нужно сказать, что, во-первых, все мы считали, что это социальная болезнь. А если не прививаться, то хоть ты социальный или несоциальный, у тебя будет возможность. Ну, это и социальная болезнь в том числе, потому что много стран, которые не прививают от туберкулеза, у них нет такой возможности материальной. Мигранты к нам приезжают ежегодно и в большом количестве. Микобактерии туберкулеза сохраняются на поверхности до полугода. Микобактерия или палочка КОХА – вид бактерий, способных вызывать заболевания туберкулезом у человека и некоторых животных. То есть достаточно сделать в квартире ремонт. Если человек был болен на тот момент, когда он делал ремонт, идет обсеменение квартиры. Люди заезжают туда жить. Ребенок, в первую очередь, как наиболее восприимчивый организм, заражается, начинает болеть. Ну, я думаю, здесь нужно еще сказать о таких комплексных наших вакцинах, которые, в принципе… Ну, хочу сказать, что, во-первых, наши вакцины ничем не хуже западных, а в некоторых случаях и намного лучше. Такие вакцины, как раньше были АКДС, а сейчас, в принципе, там добавили еще полиэмилит. То есть вот эти все вакцины против столбняка, дифтерии, еще и полиэмилита. То есть это комплексные вакцины, которые, в принципе, создают, ну, дают возможность людям спокойно жить, не болеть и не обращать внимания на такие заболевания. Наша вакцина очень хорошая. Например, вакцина АКДС, которую все боятся, но содержит она 300 антигенов. Она немного реактогенная, да, она может вызывать температуру, но иммунитет от нее намного лучше, чем от импортных вакцин, от целлюлярных вакцин. Иммунитет от латинского освобождения – способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путем распознавания, удаления и уничтожения чужеродных веществ, токсинов и клеток, болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных опухолевых клеток. Поэтому, как бы то ни было, прививаться нужно в свои вакцины, если нет противопоказаний. Если, конечно, есть какие-то противопоказания, там, перинатальное поражение центральной нервной системы, то в этом случае можно рассмотреть вопрос с вакцинацией импортными вакцинами. Ну, скажем так, что, в принципе, вот этот календарь прививок, его можно свободно посмотреть в интернете для того, чтобы знать, как ребенка нужно прививать. Ну, я думаю, что каждый педиатр напомнит любой матери, что нужно и необходимо делать прививки. Ну, хочу сказать, во-первых, что наша страна прививает всего 11 инфекций. Америка, Англия прививают 23 инфекции. Никто не боится, все прививаются. В нашем календаре прививок вышел новый приказ в декабре 2021 года о вакцинации. Что там было нового? Во-первых, полиомиелит. Теперь три вакцинации полиомиелита или вакцинация полиомиелита делается инактивированной вакциной для того, чтобы… Что значит инактивированная? Инактивированная – это значит убитый вирус. И эта вакцина не может вызвать полиомиелит. Она не может никак воздействовать, потому что этот вирус, он просто уже умер. Но, тем не менее, так как сейчас, в настоящее время, есть завоз дикого штамма полиомиелита из Туркмении, Узбекистана. Опять же, мигранты приезжают к нам часто. И этих людей обследуют. Есть там эндемичные зоны по полиомиелиту. И есть случаи, когда полиомиелит был завезен на территорию России. Поэтому живой полиомиелит не потерял своей актуальности. Он стал двухвалентный. То есть, там два типа вируса полиомиелита. Но, тем не менее, он как бы укрепляет тот иммунитет, что есть у ребенка после инактивированной вакцины. И расширяет зону вот этого действия иммунитета. То есть, он тоже очень важен для ребенка. Я думаю, сказать, что кто хоть один раз в жизни видел больного полиомиелита, обязательно приведет своего ребенка. Потому что проявление этого заболевания потом на протяжении всей жизни, это, конечно, страшная вещь. Но проявление на всей жизни. Подается затем какому-то лечению, то есть, социализации. Если ребенок еще выживет, ведь может быть паралич и диафрагмы, тогда ребенок просто-напросто погибает. И то, что он остается с инвалидом, это при этом заболевании считается благоприятным исходом. А так, конечно, непривитые дети очень находятся в зоне риска заболеть вот таким серьезным заболеванием. Потому, скажем так, и вот эту всю систему, здесь нужно обязательно сказать профессоре Симашко, который всю нашу организовал советскую медицину, но теперь уже и российскую. Потому что мы все работаем. Да, мы рождены в СССР, мы приверженцы профилактической медицины и считаем, что легче предупредить болезнь, чем потом ее вылечить. И Симашко выстроил в Нарком здравоохранении такую систему, которой, можно сказать, завидовали в капиталистических странах. Но, к сожалению, сейчас немножко тема профилактики у нас ушла. Сейчас мы вот как-то больше зациклены на лечении. Ну, в принципе, все-таки ряд заболеваний, они все нуждаются в вакцинировании. Потому что без этого невозможно дальнейшая жизнь лечения. То есть необходимость в вакцинации, естественно, есть. Обязательно. Я считаю, что вообще стыдно болезнь такими болезнями, которые можно предупредить с помощью вакцин. Кроме того, новые вакцины появляются. Например, вакцина Вактривир. Это совершенно новая вакцина. Это живая вакцина от кори, паратита и краснухи. Совершенно мы ей работаем, наверное, месяца два-три буквально. Разработка советских ученых. Когда в одном уколчике три инфекции. Живая вакцина переносится очень легко детками. И дети понимают уже, дети, которые идут в школу, они понимают, что я иду в школу, я должен привиться вот этой вакциной в плечо. Ну, вот нужно сказать, я прошу прощения, о краснухе. Так вот, завоевание Америки произошло в какой-то мере из-за того, что из Европы была завезена краснуха. И часть, скажем так, населения которого там, аутохтонного, которое жило там, оно все переболело краснухой. И часть его просто погибла. И в связи с этим они были ослаблены. И такие небольшие контингенты конкистадоров смогли завоевать всю Америку. То есть вот такая небольшая, скажем так, небольшая детская болезнь, она вот помогла завоевать Америку. Ну, скажем так, вообще, как мне кажется, что научное вакцинирование, оно появилось еще при Екатерине Второй. То есть она как раз в России была первым, скажем так, пациентом, которым был привит от ОСПы. И не просто она настолько была, чтобы, скажем так, спровоцировать всех своих на прививку. Она не только сама привелась, но она и привела Павла, то есть своего сына. То есть если бы что-то произошло, то в принципе просто бы осталось без династии. Но в Китае уже пытались вакцинировать в 12 веке. То есть пытались какие-то материалы от больного ввести здоровым людям для того, чтобы они не заболели. То есть китайцы, китайская медицина, все ее любят, все ей верят. Вот уже китайцы знали такой метод профилактики заболеваний. Впервые в Европе, вот почему и называется вакцина, она-то происходит от слова «вакка», то есть корова. Это была, то есть естественная вакцинация, ее приобретали молочницы, которые доили коров. А коровы болели вот тем самым своим корове, своей корове. Ну, Дженер выделил вот эту бактерию и начал уже прививать дальнейшим людей. Вакцина – слово произошло от латинского «корова». Так называются медицинские препараты, обеспечивающие появление приобретенного иммунитета к определенному заболеванию. При этом в организме вырабатываются антитела. Вакцина производится из ослабленных или убитых микроорганизмов, вирусов или из их поверхностных белков. Ну, спасибо, мы поблагодарим нашего коллегу. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы откликнулись на приглашение. И мы провели такой вот достаточно серьезный разговор именно по, скажем, штампам животрепещущей теме. Так что будьте здоровы. Спасибо.